Всем привет, меня зовут Артём, и вы смотрите Cut the Crap TV. Ну что ж, кинотеатры постепенно начинают возвращаться к работе, и одним из главных премьер этого года стал фильм «Теннет» Кристофера Нолана, одного из моих любимых режиссёров, если не самого любимого. Фильм, на самом деле, этот я ждал сильнее, чем любой другой фильм Кристофера Нолана, ну, может быть, за исключением «Начало», ну и «Интерстеллары». Хотя да, я все фильмы жду его, на самом деле, очень сильно. Ну, в общем, так или иначе, я посмотрел этот фильм, рассказывал вам уже о своих первых таких вот смешанных, можно сказать, впечатлениях в своём инстаграме, ну, а теперь пришло время поговорить и на основном канале, потому что тут у меня про кино. Это была реклама одежды с принтами от Всемайки.ру. Я надеюсь, вы узнали все фильмы, которым были отсылки в этом ролике. Всемайки — это самый популярный в России магазин одежды с фанатскими принтами. У них даже есть официальный мерч Disney Warner Bros., а также куча других крутых принтов на разные темы. Так что советую вам заглянуть к ним по ссылке в описании и прикупить себе пару киношных футболок. Ведь по моему промокоду CRAP81 скидка 15%. Прежде чем приступить, хочу для начала напомнить вам в очередной раз, что я не эксперт. Я такой же зритель, как вы, у меня есть собственные вкусы, у меня есть собственные какие-то предрассудки, и я обычный человек, который подвержен, я не знаю, влиянию общества, влиянию ожиданий. Я разделил это мнение на две части. Первая часть будет без спойлеров, потому что знаю, что многие не посмотрели еще этот фильм, потому что кинотеатры не везде открыты. Ну, а вторая часть будет со спойлерами для тех, кому интересно вместе со мной подумать над тем, что же там вообще показали. Поговорим об этом в отдельном блоке в конце. Ну, а начнем мы, что это за фильм. Это вопрос, наверное, который задают себе те, кто собирается пойти в кино, видит на афишах и не знает, о чем это, что это вообще такое. И, типа, сейчас увидел такое видео, это в списке, не знаю, в рекомендациях, типа, о, а что такое довод? Потому что все остальные наверняка уже знают прекрасно, что такое довод, о чем довод. Ну, я по-быстрому скажу так, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время. Довод — это шпионский боевик, научно-фантастический шпионский боевик. Можно так его охарактеризовать. Это такой, ну, по типу Джеймса Бонда, шпионский триллер, в котором замешаны манипуляции со временем. Ну, и вокруг этого строится вся основная идея фильма. Все. Второй пункт. Для кого снят довод? Довод снят, как я так предполагаю, для нескольких типов зрителей. Первый тип зрителей — это просто любители походов в кино. Это те, кто ждал долго открытия кинотеатров, любят фильмы, любят боевики, любят триллеры, шпионские боевики. Ну, то есть обычный, как сказать, регуляр, как говорят в Штатах, обычный зритель. Нолан, естественно, оцеливался на эту аудиторию, потому что хотелось ему больше денег заработать. Ну, все это понимают прекрасно. Фильму нужно заработать 800 миллионов долларов, чтобы выйти в плюс. Фильм очень дорогой, фильм очень качественный, поэтому, чтобы его окупить, нужно больше аудитории собрать. Вот именно для этого Нолан сделал понятный для всех фильм. Если ты не пытаешься раскусить его какие-то там тайны и вот этот вот сам процесс перемещения во времени, не пытаешься понять и уследить за всеми этими манипуляциями, то этот фильм не покажется чем-то странным, чем-то там прям суперсложным. По сути, он простой. Вторая категория зрителей, для которых снят Теннет, это те, кто любят науку, научную фантастику, те, кто разбирается в таких понятиях, как энтропия, в таких понятиях, как квантовая механика. В общем, это люди, которым интересно посмотреть, как визуализируют разные феномены научные. То есть Нолан очень круто визуализировал один феномен научный под названием энтропия. Ради этого как бы стоит посмотреть его тем, кто увлекается наукой, хотя бы чтобы иметь представление о том, как бы это выглядело. То есть вторая аудитория, можно сказать, это гики, наверное, гики, да. В принципе, гиками называют всех, кто не только комиксами увлекается. Поэтому я думаю, да, вторая аудитория — это гики. Третья аудитория, для которой снят Нолан, ой, Нолан. Третья аудитория, для которой снят Теннет — это любители теорий заговора, любители фанфиков. Те, кто любит искать в фильмах скрытый смысл, те, кто любит искать вот этот символизм, который определенно есть в большинстве фильмов и Нолана того же, и других именитых режиссеров. Ну, просто он не виден с первого взгляда, поэтому там нужно по крупицам все собирать, рисовать себе схемы. В общем, ну, по сути, это я. Ну, вообще, мне кажется, я олицетворяю вообще все три вот этих вот аудитории Нолановской. И этот фильм чисто был снят для меня, потому что, а, я соскучился по кинотеатрам, я обожаю смотреть фильмы в IMAX, я обожаю крутые экшены, обожаю Нолановские фильмы, обожаю красивый визуал и вообще тащусь от этого всего просто дико. Во-вторых, я обожаю науку, обожаю феномены, все эти парадоксы. Я постоянно смотрю на YouTube разные научные видео. Короче, я человек науки. В-третьих, я, вы знаете, обожаю СПГС, делаю теории и всякие интересные штуки придумываю. Кстати, вот делал видос по как раз-таки доводу о том, что довод якобы это начало два. И, естественно, эта рубрика «Неужели» я вам миллион раз говорил о том, что рубрика «Неужели» это та рубрика, где я собираю всякие безумные фанатские теории, всякие безумные домыслы, безумные какие-то идеи, которые вряд ли, ну, осуществятся в реальности, но зато прикольно об этом помечтать, порассуждать и пофантазировать. Поэтому каждый фильм Нолана для меня — это прям как будто фильм, снятый по моей мечте. Это вот реально фильм, фильмы, все фильмы Нолана. «Начало», «Интерстеллар», «Мемента», даже «Престиж». Хотя вот «Престиж», может быть, он не совсем в той концепции, он немного за гранью вот этого физического всего. Он более такой, ну, хотя, ну, просто там старое время, но уже технологии, которые опередили наше время. Ну, короче, я считаю просто, что каждый фильм Нолана — это вот подарок мне. Я настолько рад, что я его современник, что я могу смотреть фильмы Нолана, потому что он реально показывает то, что я хочу видеть на экране. Для меня это чертовски приятно. Сейчас еще об этом поговорим. Следующий пункт — это плюсы. Вот как раз-таки, да, сейчас об этом и поговорим. Естественно, как я уже сказал, для меня, ну, не только для меня, вообще, в принципе, это, наверное, объективный плюс — это визуализация физического феномена. В этом фильме очень круто, очень интересно, очень красиво и очень правдоподобно показана обратная тропия. Конечно, там есть очень много упущений, конечно, там не все по науке, но все вот в максимально допустимых пределах, чтобы наш мозг не расплавился и не закипел от всего того, что происходит на экране. То есть ради того, чтобы все уместить это в рамки нашей с вами привычной реальности, Нолан сделал много упущений, но в то же время это все смотрится очень круто, гармонично, и вот эта вот визуализация — это ровно то, чего я ждал больше всего от этого фильма, и я просто был от нее в восторге. Второй плюс — это восхитительный Роберт Паттинсон. Мне кажется, что роль Нила должна стать вообще поворотной в его карьере, потому что он в ней раскрылся как полноценный, как такой вот уже сформировавшийся серьезный актер, серьезная, со серьезными как бы амбициями и, в общем, претензии на, я не знаю, высокие вот эти высшие награды, которые присуждают актерам. Он все же имел до сих пор вот этот вот статус актера из «Сумерек», статус сладенького мальчика, и многие очень негодовали по поводу того, что его выбрали на роль Бэтмена. После Теннета, после его роли Нила, сомнений вообще никаких не осталось, он будет восхитительным Бэтменом, трейлер уже это показал, но в доводе он проявил себя просто на 100%. Он был единственный актер в кадре, а нет, не единственный, вру, было два актера в кадре, на которых мне было чертовски приятно смотреть, и которым я верил, сопереживал, и которым проникся сильнее всего. Это Нил, то есть Роберт Паттинсон, и русский олигарх Кеннет Брана. Я без спойлеров, но из трейлеров было понятно, что он русский олигарх и что он Кеннет Брана. Кеннет Брана вообще сам по себе британский актер, как и Роберт Паттинсон, но он сыграл русского так, как не сыграл бы его русский. Если бы даже, я не знаю, Колокольников играл его роль, Колокольников играл роль его приспешника, и, кстати, он тоже очень круто и органично смотрелся. Кеннет Брана меня очень сильно удивил, потому что он действительно показал русского, безумно чокнутого, сумасшедшего психопата. Это было круто, это было очень круто. Вот прям. Третий плюс этого фильма — это съемки на натуре. Ну, то есть, Кристофер Нолан не снимает на зеленом экране, он снимает все на натуре. Нет, ну, он, конечно, прибегает к компьютерной графике, прибегает к каким-то интересным спецэффектам, но, по большому счету, он любит путешествовать и любит возить за собой всю съемочную команду. То есть, они посетили кучу стран. Они посетили Осло, Лондон, Таллинн, ну, короче, там Испания, по-моему. Италия. А, Италия, да, Италия. Ну, короче, стран было очень много. Я вообще очень люблю фильмы, в которых герои путешествуют между странами. Я люблю и фильмы, и игры такие, в которых ты попадаешь в разные локации, видишь разный климат, разную архитектуру. Это все чертовски круто, чертовски красиво и вызывает желание посмотреть мир. И вот Теннет вызвал у меня дикое желание побывать во всех этих локациях. Я даже хотел, если честно, полетать в Microsoft Flight Simulator над этими локациями. Четвертый плюс — это, ну, вот, можно сказать, скомбинировать вот это все, что я говорил, и заключить. Потому что, в общем и целом, картинка была у фильма просто восхитительная. Во-первых, шикарная операторская работа. У Нолана очень крутой оператор, один из лучших, Хойта Ван Хойтема. И он его фирменный оператор, он всегда снимает его фильмы. И вот эти вот крутые планы, вместе с цветом, с этим цветокором шикарнейшим, с этими крутыми спецэффектами, все абсолютно снято на натуре. Вот эти кадры там со взрывами самолета, с вот этой вот реверсией, все вот это обратное. Короче, ну, это плюс, самый большой плюс этого фильма. Это вот невероятно крутой визуал. Еще одним очень главным плюсом является звук. Звук в этом фильме тоже занимает отдельное место, потому что, ну, Нолан, он тоже, он тоже музыкальный человек, у него тоже отличный вкус и отличный слух. И Нолан, если вы не знали, он является создателем вот этого вот знаменитого звука, вот этого гудка, который он создал для трейлера «Начало». По-моему, Ханс Циммер ему помогал создавать вот этот вот звук. Когда сейчас во всех трейлерах, когда какой-нибудь эпик, какое-нибудь там сражение, или там трансформер какой-то встает, и вот этот звук. Ну, я не могу так низко, но. Короче, вот этот звук создал Нолан, я забыл, как он называется. Брамс, по-моему, называется. Да, Брамс. И в этом фильме Нолан вообще перешагнул через самого себя, потому что он смешал свой эпический саундтрек со всеми этими брамсами, со всеми этими трубами, с этими оркестровыми запилами, и плюс с обратной версией этих треков. То есть, когда показывали «Возвращение во времени», Когда показывали перемотку, звук менялся в другую сторону И это было так гармонично, что просто это создавало какую-то такую мистическую атмосферу Что я просто сидел вот так, я просто растекся в кресле и дико кайфовал От этого визуала, звука, все было прям чертовски круто Людвиг Йоренсен, или как правильно считается его фамилия, новый его композитор В общем, красавец, и я хочу, чтобы он с ним продолжал работать Потому что, ну, это было что-то новенькое, в то же время чертовски Нолановское Ну и последний плюс, это, естественно, как я уже сказал, вот это вот плацдарм Вот этот вот фундамент для теорий, фундамент для разных интересных интерпретаций этого фильма Я уверен, что интернет сейчас скоро наполонится всякими трактовками сюжета Потому что Нолан весь сюжет привязал к квадрату Сатур Мы об этом говорили еще в начале, когда только трейлер вышел И об этом говорили уже много раз И говорила актриса Пегги Картер, которая играет для видосов Но я рассказывала вам в одном из новостных выпусков Вот этот плацдарм, он позволит фильму жить еще много лет Я думаю, что многие будут складывать этот квадрат с разных сторон И показывать, что там начало фильма было на самом деле его концом Либо там, что середина была концом И, в общем, может быть, там герои были не герои, а злодеи То есть все можно вот так перетасовывать Потому что в фильме на это есть очень много намеков Там очень много есть интересных деталей Но об этом чуть-чуть попозже поговорим Следующий блок — это минусы Это самый такой обидный блок Потому что я на самом деле очень не люблю критиковать Не люблю критиковать работы своих любимых режиссеров Но, увы, придется Мой главный минус от этого фильма — это голоса актеров Я смотрел фильм в оригинале И, как и другие фильмы Нолана, мне было тяжело его понять Не потому, что я там плохо знаю английский язык Нет, я на нем могу разговаривать Я могу его воспринимать на слух достаточно хорошо Если, конечно, это не какие-то странные или очень сложные акценты Если это не шепот какой-нибудь Тогда мне иногда сложно И вот в Теннете как раз-таки были сцены с противогазами Когда герои были в противогазах И я, ну, честно говоря, очень плохо понимал, что они говорят И вот, как сказал Поперечный Он написал в Твиттере, прям вот как с языка, говорится, снял Фильм как урок по алгебре Если ты один раз что-то пропустил До конца урока ты будешь сидеть просто с каменным лицом вот так Че? Вот точно так же я сидел весь фильм Потому что в один момент я пропустил, о чем они говорили И потом я пытался понять, о чем они говорили А что вот это, то, все, пятое, десятое И я уже все И я просто растекся в кресле И я сидел кайфовал, конечно, от визуала, от всего этого Но от меня ушла, ускользнула главная идея Ускользнул вообще смысл всего фильма И я его не понял Вот с первого просмотра я его не понял Мне пришлось, используя не совсем легальные способы просмотра фильмов Наверстать упущенное И хотя бы досмотреть, что там я не понял И я когда уже второй раз смотрел Я такой Так все понятно тогда И вот, в общем, все понятно тогда Это еще один минус Потому что фильм, на самом деле, не такой уж сложный для понимания Если просто ничего не упустить Если действительно сидеть и смотреть Не так, как я, пытаться понять всю вот эту физическую основу этого фильма Не так, как я пытался там сложить все эти перемещения во времени И прочее, прочее Ну, то есть, надо не задумываться А просто сидеть, кайфовать и наслаждаться Ну, и пытаться все понимать Ну, в смысле, понимать, что говорят герои Они достаточно там просто все объясняют То есть, по сути, получается, что три типа аудитории испытают разные эмоции То есть, первый тип аудитории, кто пришел просто посмотреть кинчик Если он не будет отвлекаться, то он посмотрит кинчик И в конце скажет, типа, а, я все понял, все окей Завтра забудет этот фильм Та аудитория, которая будет пытаться найти либо скрытый смысл Либо понять все эти вот интересные визуализации феноменов Они могут сидеть, смотреть, смотреть, смотреть А в какой-то момент просто ничего не понять И все И для них ускользнет это все Потому что, если ты сидишь, смотришь этот фильм И еще пытаешься что-то там уловить Какой-то скрытый тайный смысл Ты определенно в какой-то момент запутаешься Заблудишься И в итоге все остальное будет для тебя уже Типа, а вот это кто, откуда А вот это что, куда А они тут в прошлом А там в будущем И вот так просидеть можно весь фильм Вот я так сидел Короче, совет Если вы не смотрели этот фильм Не пытайтесь там все сразу же понять То есть сначала пытайтесь просто посмотреть на этот фильм Как просто на шпионский боевик А если вы хотите уже копнуть глубже То уже можете идти второй раз Взять с собой блокнотик И сидеть уже выписывать Что-то там рассматривать Записывать, когда кто-то там вернулся в прошлое Когда он вернулся из прошлого И считать, сколько раз там они перемещались Короче, со своей схемой плести Но вообще для вас Для тех, кому интересно Существуют схемы Ребята уже разложили В интернете уже полно схем Как кто куда перемещался Поэтому я думаю С этой схемой Если прийти в кинотеатр То все будет понятно Еще один минус Как раз таки Такой вот обидный тоже минус Это рваный монтаж фильма Очень много есть сцен Которые вот Как будто очевидно Просто не досказаны То есть как будто Их просто оканчивали И начинали следующие Уже без каких-то пояснений От этого создавалось Какое-то впечатление Что мы куда-то торопимся Все время Что вот фильм Куда-то вот он разгоняется Все время куда-то спешит Спешит, спешит Куда-то Не успеваешь привыкнуть к актерам Не успеваешь как-то Проникнуться мотивацией Не успеваешь погрузиться В это все Потому что ты все время На каких-то нервах Ты все время сидишь Тут экшен, экшен, экшен Рваный монтаж Потом ты пытаешься Вникнуть в это происходящее В этот реверс В эту инверсию И нет вот этого Плавного расслабления Чтобы ты сидел и понимал Вот как там в Интерстелларе Там же было Ты вот сидел и все понимал Ты все это на себя соотносил Ты все это прочувствовал Вот этого не было Это потерялось чувство Мне кажется Это наверное было сделано Из-за хронометража Хотя я все еще склонен считать Что возможно Нолан Таким образом решил Создать еще больший Фундамент для спекуляции Теории Чтобы можно было Эти кадры Все поперемешать Может быть предположить Что например Начало фильма было концом И там например Там вторая сцена была Например не второй А четырнадцатой Ну и в общем Весь фильм перетасовать И как-то на него Посмотреть по-другому Может быть Может быть для этого Все сцены как-то так Странно оканчивались Третий минус Для меня Мой личный минус Не судите строго Но мне не понравился Джон Дэвид Вашингтон Я люблю этого актера Честно говоря Мне он нравился до этого Всегда Но в этом фильме Чудо какой-то Он был слабый Вот Может быть Нолан Конечно ему сказал Играй Как будто ты Впервые в жизни играешь И он такой Ага Окей И все время ходил Такой Перепуганный Ну не знаю У него какое-то Странное лицо было В сравнении с Паттинсоном Это прям очень сильный Контраст был Ну может быть конечно Это пытались передать Характер персонажа Не знаю Я этого не понял Мне показалось Что он как-то Странно играл Ну не знаю Может быть это моя Какая-то придирка Банальный сюжет Который Да Банальный сюжет Опять же Вот весь сюжет Я же говорю Как был Фильм про Бонда Причем Справленный клюквой То есть Вот эти вот стереотипы О злых русских О русских олигархах Как-то мне показалось Это для Нолана Слишком просто Злодей хочет уничтожить Весь мир Все вроде как банально Это мы увидели сто раз Еще у Джеймса Бонда Это видели Что герой Шпион Он там находит Агентство Это агентство Ему там что-то туда-сюда Короче В итоге Он просто спасает мир Ну типа Окей Ну посмотрели на взрывы самолетов Ну типа Красиво Круто Но нет вот этой глубины Нет вот этой глубины Как в начале А здесь все как-то поверхностно Все как-то понятно И более-менее предсказуемо Это достаточно большой минус Я прям Если честно Иногда Ловил себе на мысли Что может быть Я что-то не понимаю Может быть Ну не мог же Нолан Сделать так просто Вот это вот Мне кажется минус И тем более Сам сюжет Нолан просто сделал так Что он оказался запутанным Хотя на самом деле Там все в принципе понятно Просто Все вот эти вот Визуальные феномены Они только путают Можно было Перемещение во время Сделать проще Мы бы тогда наверное Не кайфанули И подумали Что типа А да обычный банальный фильм Про путешествия во времени Ничего интересного Ну и получилось Что из-за этого Повествование стало Очень запутанным И сложным Потому что Нолан как-то вот Все усложнил Сделал Альтернативные варианты Развития событий Из-за этого Получается Что каждая сцена Вызывала вопрос А это вообще сейчас Или это до этого Это будущее Или прошлое Это все параллельно Или это все Задом наперед Поэтому наверное Если собьешься один раз Вот как Как я уже говорил То вернуться обратно Будет крайне сложно Следующий блок Такой можно сказать Уже подведем итог Стоит ли смотреть Это тоже хороший вопрос Потому что Сейчас бушует корона И сейчас как-то Не до кино Не до фильмов И вообще Я вообще бы не пошел Если бы мне так сильно Не хотелось Потому что я так сильно Ждал этот фильм Как никакой другой Конечно я хочу Чтобы вы посмотрели этот фильм Этот фильм обязательно К просмотру Это прям маст Ну и может быть На вашем месте Я бы дождался Либо когда бы Эпидемия уже закончилась Ну либо когда Фильм выйдет в прокат В домашнем прокате В любом случае В прокате он будет Очень долго Ему надо собирать деньги Его будут держать До победного Тем более что Сейчас как-то Все это очень медленно Развивается Киноиндустрия как-то Тормозится еще до сих пор Ну и в принципе Есть шанс Что на HBO Max Он появится однажды Возможно даже В ближайшее время Потому что Мулан собрал Внушительную кассу Как раз таки Через HBO Ой Через Disney Plus Через стриминг Если появится В домашнем просмотре Это самое то Вот дома смотреть Тенет Самое оно Потому что Можно нажимать на паузу И можно отматывать назад И если что-то не понял Можно пересмотреть И досмотреть фильм Со спокойной душой А не так как Вот у меня было в кинотеатре Но если вы ходите в кино И если вы не переживаете Особо там По поводу того Что заразитесь То сходите обязательно Фильм надо подержать Потому что блин Это же Нолан Моя оценка фильма Ну вот как раз таки Складывается из всех этих Плюсов и минусов И я не могу Вот как бы На самом деле Я не могу объективно Оценивать творчество Кристофера Нолана Я слишком фанат Для того чтобы его оценивать Как-то объективно И мне очень обидно На самом деле Занижать свою оценку Потому что Предыдущим его фильмом Я бы поставил все десятки Потому что я Ну прям вообще Очень люблю его творчество Ну кроме Дюнкерка Нет Дюнкерк Мне на семерочку зашел Ну и собственно Тенет Он тоже далек От совершенства Именно из-за того Что он слишком простой И слишком запутанный В то же время Я бы поставил ему 8 из 10 Это хорошая оценка То есть Мне он очень сильно понравился Я его пересмотрел Я бы его еще раз пересмотрел И пересмотрю Когда он выйдет в качестве И с удовольствием Буду делать по нему видосы Как только он выйдет в качестве Потому что Делать из пиратской версии Как-то Не очень Меня не поймут Ребята из Warner Brothers Ну а теперь Давайте поговорим со спойлерами Не буду долго говорить Давайте сейчас Хотя бы кратенько Потому что и так затянулось Это видео Вот именно из-за этого Я не записываю Свои живые впечатления Потому что я люблю Много болтать Мне всегда есть что говорить Поэтому как-то В сценарии Я могу это компоновать А вот так вот Видите сижу И не могу остановиться Давайте поговорим О спойлерах Ну и начнем Наверное с того Что же за квадрат Сатур И вообще Что Нолан там Понапаридумывал В общем После того Как я посмотрел фильм Я написал себе Тут очень много Заметок разных По поводу того Что могло вообще Трактоваться в этом фильме Как этот фильм Можно трактоваться Может трактоваться Можете паузу где-нибудь Нажать Почитать Тут конечно записки сумасшедшего Потому что я там писал Вообще все что думаю Вот Но все же есть Какие-то интересные моменты Например Давайте разберем Этот квадрат Сатур Сатур вообще Это квадрат Я вам рассказывал Сатур Арепа Тенет Опера Ротас Это вот Латинские слова Которые что-то означают В рамках фильма Давайте сейчас Подумаем Что это может означать Сатур Это Андрей Он самый главный злодей В то же время В фильме он говорил Что он бог По телефону с героем Джона Дэвида Вашингтона Говорил о том Что он бог И от него зависит Вся вселенная Ну то есть Сатур это бог Арепа Арепа это Художник Который нарисовал эту копию Который был по сути Любовником Кэт То есть получается Он был Ну грубо говоря Главный противник Сатур Главный противник бога Там есть еще вот Смысл в том Что Арепа Это тот Кто делал копию То есть он сделал копию Мне кажется Что здесь прослеживается Параллель Как раз таки с главным героем фильма Потому что Он тоже Можно сказать Сделал копию Потому что он принес Еще одну копию Этой картины Он тоже был Можно сказать Ее любовником Хоть эту как-то Любовную линию Перед нами Так и не раскрыли Но у него были Какие-то романтические связи С ней И судя по всему Нам не показали конец Но судя по всему Они останутся вместе Потому что они там Оцеловались И уединялись Даже на глазах Грубо говоря Бога Ну Сатора Нам даже показывали Как когда он впервые Пришел Джон Дэвид Вашингтон Это сразу сказал Типа я тебе там Сейчас яйца В глотку затолкаю В общем он очень Сильно его не любил Видимо к нему ревновал 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 Получается что Если один бог А второй грубо говоря Изменник Змей-искуситель Который украл жену И вот эта вот Вся параллель Получается что Сам главный персонаж Он может являться Неким дьяволом Так как Теннет Можно читать В разные стороны Поэтому и вот это Вот получается двойная Реверс Можно делать и С богом-дьяволом И вот со всем Этим символизмом тоже Поэтому получается Что главный злодей Это главный герой Но приходит злодей Для него злодей Для нас герой И нарушает его Вот этот вот цикл Которым он Собирался покончить С миром И спасает всех И спасает Кэт У него В сцене с лодками Когда они плавали На жилетке Нарисован демон Максвелла И демон Максвелла Он присутствовал Еще до этого На На этой На доске У ученой Там где он узнал Только про инверсию В общем все это неспроста Но я пока не понимаю Что за связь То есть тут надо конечно Все это показывать Наглядно Это я пока с вами Делюсь своими рассуждениями Своими мыслями о том Что где как может быть Может быть кого-то Это натолкнет на какие-то мысли И мы увидим интересную теорию Может быть мне напишите Я ее визуализирую Тент Это конец Это исчезновение Потому что Это конец Теннет Это 10 минут Финальное сражение Длилось 10 минут В одну сторону 10 минут в другую сторону И получается что Оно было По хронометражу По хронологии Оно не было Ни в конце Ни в начале Оно было где-то посередине Потому что Главный герой узнал Об инверсии Там шел через несколько Он там путешествовал По разным странам Там в любом случае Прошло больше 10 дней Потом произошла эта война Потом прошло время И потом они уж вернулись К этой войне На 10 дней назад Грубо говоря Теннет сидит в середине Теннет Поэтому это и конец И начало И сама эта война Она Можно сказать И заканчивает все Потому что Но она все закончила И главный герой Пошел дальше жить своей жизнью И в то же время Она все начинает Потому что именно отсюда Нил Роберт Паттинсон Вернулся в прошлое И наставил героя На его истинный путь И ровно этот момент Начинает историю Кэт Потому что в этот момент Кэт убивает бога Она убивает Сатора И начинает жить Свободно своей жизнью А вторая Кэт В общем Не поймет в чем дело И встречается с другим Сатором Который остается жив И это тоже кстати Большой вопрос Потому что получается Что было два Сатора В любом случае Один из Саторов Войдет в Ротос А в Ротосе все исчезает Ротос это машина Для перемещения во времени Если туда зайти Там все исчезнет То есть Человек который зашел в Ротос Он перестает существовать В этой вселенной То есть Джон Дэвид Вашингтон И вообще вся команда Когда они вошли В эту машину Они вернулись Назад во времени Но для того текущего времени Они просто зашли И аннигилировали Друг с другом И их просто не стало Поэтому машина Это как бы уничтожило Грубо говоря Сатора И как раз Сатор И Ротос Это наоборот Туда-сюда Опера Ну опера Это первая сцена В опере В украинской опере Естественно Все поняли Что это отсылка К Норд-Осту Она олицетворяет Собой Шанс Потому что Нил дал второй шанс Джону Дэвиду Вашингтону Суть в том Что во всех историях С альтернативными вселенными Есть какая-то Отчетная точка Есть какая-то вселенная В которой еще не было Изменений альтернативных То есть Грубо говоря Есть вселенная Вот есть временной отрезок Потом здесь Кто-то перемещается В прошлое Становится два Человека В этом вселенной Он здесь возвращается И потом их два Начинают идти Уже в этом времени Их два становятся И это уже новая вселенная Потому что до этого Он был один Теперь их два То есть здесь получился узел И здесь стала новая вселенная Если он вернулся еще раз Еще одна И получается так Что вообще Вся эта история Начинается с оперы С самого начала Когда Нил Уже вернулся в прошлое То есть это уже измененное Это уже искаженное время То есть это уже Альтернативная вселенная Как было все на самом деле Историю умалчивает Мы не знаем Что было на самом деле Но может быть На это есть намеки Как раз таки В этом квадрате Вообще в этом фильме И как мне кажется Есть такая теория Наверняка вы уже видели есть Макс. Макс, сын Кэт. Нам его никогда лица не показывали умышленно. Рюкзачок его тоже я пытался рассмотреть. Думал, может, там красная веревочка висит. Нет, нету там никакой красной веревочки. Хоть он тоже ходит с рюкзачком, но он маленький мальчик. Я думаю, в этом нет связи. Но, тем не менее, они очень похожи. Он похож на Кэт. Он относится к Кэт как-то по-особенному. Они ради Кэт замутили весь этот сыр-борыш с перемещением во времени. Хоть мне это показалось, на самом деле, довольно странным. Потому что зачем они вообще туда ехали, к Ротосу? Зачем они возвращались вот туда, именно в Осло? Если они могли выйти в Таллине, найти там скорую помощь и также ее вылечить? Если там темпоральная рана, ну, типа, они же могли просто вернуться в прошлое и также делать то же самое. Но не обязательно было лететь в Осло. Я этого так и не понял. До сих пор, кстати, этого не понимаю. Это, кстати, один из вопросов, которые у меня остались к этому фильму. Как мне кажется, если так и есть, если Нил это действительно сын, получается, что сын замкнул себя в луп для того, чтобы освободить свою мать. Вот так можно это сказать, вот так описать этот фильм, если это действительно теория правдивая. Посмотрите, что получается. В самом конце Нил такой, а, все, давай, счастливо, я погнал, мне надо ехать. И мы такие, а, блин, как фигово, сейчас Нил пойдет и самоубьется. Но мы-то не знаем, какой из этих Нилов самоубился, потому что там, когда Нил перемещался во времени, он это делал из обратного времени уже. И вот эти вот манипуляции уже на поле боя, они были какими-то очень странными. Потому что сам Нил этот, который умер, он шел непонятно откуда, вообще непонятно, что это за Нил. Это может быть самый первый Нил, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Сколько всего этих Нилов было, нам тоже никто об этом не рассказал. Может быть, там их целая армия сидела где-то ждала. Такое тоже может быть, потому что если ты будешь заходить в каждый Ротос и каждый раз выходить чуть-чуть раньше в прошлом, там, ну или каждый, если вы один раз зайти-выйти, и потом зайти-выйти, зайти-выйти, и вот так вот круги наворачивая, можно создать из себя целую армию. Тут ограничение в том, что чем больше ты делаешь своих копий, тем сильнее время двигается, тянется в эту сторону. Это как раз-таки, опять же, вот этот Тен, этот знак. Нолан не просто так сделал этот знак, потому что этот знак как будто перепитие, вот это перекрытие вот этих всех временных направлений, то есть стрелы времени либо в одну, либо в другую, и если вот этих вот становится больше, да, вот этих становится меньше, то они начинают давить и начинают двигать время, вот энтропию в одну или в другую сторону. Ну, короче, это сложно, но это чертовски интересно. И получается, если он вернулся тогда в прошлое, вернулся в оперу, то он спас Джона, Дэвида Вашингтона. Зачем он его спасал? Если, по сути, он-то уже спас мир, спас всю планету. Ну, то есть, это парадокс, это парадокс как в Терминаторе, парадокс Кайла Риза, я бы его так назвал. В то же время парадокс Дедушки. Об этом много рассказано всяких историй и фильмов снято, но в этом фильме подход к этому другой, потому что в этом фильме мы изначально начинаем с альтернативной вселенной, и неизвестно, что было до. Поэтому трудно говорить, нарушит ли что-то перемещение во времени, если это уже типа все нарушило. Ну и, собственно, Ротас, Ротас, это основной двигатель сюжета, это основное, это колесо, это вот этот вот машина для инверсии. Она так называлась, Ротас, поэтому собственно, вот в нем и заключается эта как бы часть квадрата Сатур. Что конкретно все это означает? Надо копаться, надо рыться. Но я вот, по крайней мере, какие-то свои мысли вам дал. Может быть, кто-то раскрутит из этого чего-то годное стоящее. Может, кто-то кого-то сейчас осенило, типа а да вот оно что. У меня были размышления о том, что Паттинсон символизирует Иисуса. Потому что если он Макс, если он сын, который вернулся в прошлое, чтобы спасти свою мать от злобного отца, он получается сын Бога, он получается сын Сатара. А если он сын Сатара, то он Иисус, получается. И если он Иисус, то он спаситель. И получается, сцена с оперой, она спасла это спасение, получается, было его самого, и в общем, короче, голова взорвалась. Ну и вопросы. Давайте напоследок расскажу, какие вопросы у меня остались после этого фильма. Их осталось, на самом деле, очень много. Но скажу я только о нескольких. Во-первых, непонятно мне так до сих пор. Что такое сумеречный мир и у нас нет друзей? Вот эта вот кодовая фраза. Почему ее знал Джон Дэвид Вашингтон в опере? Почему он говорил ее какому-то вот украинскому послу или кто там он был? Что у них там за миссия была? Получается, что на их миссию их отправило вообще агентство ТЭН, если это все было подставой изначально, если там даже таблетка не сработала. То есть эта миссия была как будто обучающей. Получается, что Джона Дэвида Вашингтона заранее подставили, заранее отправили в миссию, чтобы он нашел девятый кусок алгоритма, сам того не подозревая, думая о том, что он пытается спасти какого-то чувака, чтобы затем его подвергнуть суперстрессовой ситуации, дать ему съесть таблетку, чтобы он захотел умереть. Либо это такой извращенный план по наставлению его на работу с будущим. Кто придумал вот этот сумеречный мир? Если ТЭН от организации из будущего и, как мне кажется, ее создал Нил, да и, собственно, машина инверсии мне тоже, кажется, создал Нил, потому что не просто так он говорил, что он докторскую степень по физике имеет. Почему его знал Сатур? То есть это код Сатура? Ну, короче, непонятно. Либо это ТЭН от СКС... Значит, получается, эта фраза из агентства ТЭН от... Ну, в общем, если у вас есть мысли, а то я запутался. Напишите в комментариях. Второй вопрос — это как герой все-таки в конце узнал, где находится Кэт? Понятное дело, что она позвонила ему на телефон, а как нам говорили, что имейлы, там, смс-ки, они оставляют след в будущее всегда. То есть мы с будущим можем контактировать напрямую. То есть записав сообщение, оно будет сохраниться, и в будущем ты можешь его прочитать. Как Кэт узнала, где что состоится? То есть нам там вообще даже толком не сказали, что ей нужно будет высматривать, что она должна будет увидеть, чтобы как-то предупредить главного героя о том, что что-то должно произойти. Я на самом деле так и не понял, почему ее должны были убить. Вот это что-то у меня... Они, я так понял, что пытаются почистить все, потому что, видимо, она, наверное, альтернативная, и чтобы ее не было в этой вселенной альтернативной, ну какая разница, она-то вторая зашла уже в машину и пропала, она уже не альтернативная. Я понял, конечно, что сообщение, которое она оставила, оно сохранится, нам же говорили, что имейлы хранятся, смс-ки хранятся, они с будущим контактировать можно, это с прошлым не сконтактируешь. То есть она записала сообщение ему, ну на основе чего? Она увидела эту женщину в машине, что ли? Ну это как-то странно. Она что, потом всю жизнь ходила и все время высматривала эту женщину в машинах, и такая, а, вон там женщина, алло, а где я? А, вот я там, на Кэнон Стрит, на Кэнон Драйв. Ну нет, типа, она как-то вот увидела что-то конкретное, узнала что-то конкретное. Что от нас это умолчали? Возможно, он ей сказал, я буду на машине с желтыми номерами. Увидишь машину с желтыми номерами, такую-то вот, с такими-то номерами, то звони. И она такая, уйдет, а бац, он уже там стоит, она увидела. Ну, а если она была в альтернативном прошлом, то она не увидела, ее убили. Ну, короче, это был сложный вопрос, мне кажется, хотя, может быть, я просто что-то не догоняю. Вопрос еще один очень хороший, очень смешной. Почему вообще нельзя было убивать Саттера? Пускай себе бы съел таблетку, ну, пускай бы умер, ну, пускай бы они запечатали это место. Они же уже знают, где это запечатано. Ведь в будущем люди каким-то образом это раскопают, а если люди в будущем смогут это раскопать, почему нельзя это раскопать после того, как они это закопали, ну, пускай через 10 дней, через 5 дней? Ну, то есть, они такие закопали, все, бежит, там взорвалось, это все, она там погрузилась, все, на 100 лет оно запечатано. Но, типа, через 100 лет же ее распечатают, чего нельзя распечатать через 10 дней таким же образом? Там все люди Саттера уехали, место это оставили пустым, типа, а они под шумок приехали, все там команды, да одна команда даже, там не нужно возвращаться в прошлое. Зачем было вот это вперед-назад, там манипуляции эти все делать? Ну, то есть, это как будто просто на пустом месте сделанный конфликт ради кинематографичности. Ну, может быть, если так, то окей. Я просто что-то жду, всегда жду чего-то большего. Поэтому мне непонятно было, почему его нельзя было убивать. Вопрос еще, почему главный герой как-то сблизился с главной героиней? Ведь, по сути, ну, нам никакой любовной линии там не анонсировали, там не было ничего, у них никаких отношений не появлялось. Он просто резко вдруг захотел ее защищать, несмотря на то, что он говорил о том, что он может с легкостью взять в заложники ребенка и женщину. То есть, для него миссия в приоритете. Он такой вот человек, он силовик, чисто силовик. Он просто, у него в приоритете приказ. Остальное для него не важно. А тут он вдруг влюбился, и все так, окей, хорошо. Но, типа, он такой, надо ее спасти. Они же все могли сказать, да нахрен она нам нужна, мы должны мир спасать. Она одна ничего не значит. Мы сейчас будем рисковать жизнью. Ты же понимаешь, если мы зайдем, мы больше не вернемся. А они такие, все, да, окей, нам надо ее спасти, хорошо. Значит, все не просто так. Опять же, вот вопрос, о котором я уже говорил. Зачем они вернулись в прошлое, чтобы спасти Кэт? Зачем они возвращались в Осло? Типа, потому что там вторая машина, чтобы они заново вернулись вперед, в прошлое. Получается, что они не могли входить в одну машину дважды. То есть, нельзя было зайти в эту машину. Наверное, в этом прикол. Наверное, нельзя заходить в одну машину дважды. Но я почему-то в этом фильме этого не уловил. Об этом никто ничего не сказал. Поэтому я, наверное, не догнал. И, наверное, темпоральные пули, темпоральные выстрелы лечатся только через перемещение во времени. Потому что, по сути, они-то ее вылечили. Он же ее вылечил в обычной скорой помощи. Поэтому я не понял. Ну, то есть, они же могли ее вылечить также в скорой помощи. В любой другой. Ну, короче, наверное, это я что-то не догнал. Если Нил из будущего вернулся в оперу, чтобы спасти Джона и Дэвида Вашингтона, какой из Нилов погиб? Опять же, один Нил-то погиб. Ну, то есть, финальный Нил погиб. Потому что, если бы он погиб, то это конец для него. И он бы никак не вернулся в прошлое. Поэтому Нил в итоге пожертвовал собой. Но когда... Это тоже вопрос. Может быть, это не такой важный вопрос. Мы же все равно поняли, что он самопожертвовался. И это как раз-таки, опять же, может быть, вот эта вот тайная связь с Иисусом. Типа, он взял, сам с собой пожертвовал. И в то же время, так как время отматывалось назад, он типа воскрес. Кто знает, кто знает. Зачем золото присылали все это время? Ну, то есть, Сатуру сначала дали бумажку, написали на ней, делай вот это, вот это, вот это, собирая вот это, вот это, вот это. А зачем ему присылали золото уже в будущем, когда он уже все собрал, когда уже все случилось? Потому что мы же знаем, что встреча на яхте главного героя с Саттером состоялась уже после того, как он запечатал в коробке эту штуку. Ну, то есть, вот эта война-то уже случилась в прошлом, война-то была 10 дней назад. Ну, это, короче, опять же, парадокс. Фильм вот оставил такое странное послевкусие, потому что вроде бы как все понятно, но в то же время все так сильно запутано, что, блин, хочется думать. Я реально три дня провел просто вот, я не мог спать. Я лежал и думал, а если Нил вот вернулся там в прошлое, там-сям, а тут же его копия. И вот у меня постоянно эти мысли крутились. И этим круто, этим как бы я люблю фильмы Нолана. Ну, а что думаете вы вообще? Какие у вас ощущения? Какие у вас впечатления? Если кто смотрел, напишите в комментариях. И что вы думаете по поводу всех этих вопросов? Есть ли там скрытый религиозный подтекст? Есть ли какие-то интересные нюансы? Что вы вообще заметили? Короче, на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравился такой подкаст, такой вот необычный формат, то не забудьте поставить свой лайк. Ну и подписаться на канал тоже не забывайте. Новое видео уже на подходе. Катакурат. Мы режем. Кинолюб.